Давно хотел обсудить этот вопрос Крашеный, блин, забыл как его зовут, ладно Я потом, наверное, напишу имя Ну, суть в том, что есть канал, да, все знают Там он рассказывает истории про... О, Стас Остафьев вспомнил Стас Остафьев недавно выпускал видео Про Шкоду, в котором он сказал следующее Ну и там типа, ну и похер, что она ненадежная Что у нее двигатель недолговечный Типа, ты сэкономишь много денег И потом через 3 года, через 5 лет Ты все равно больше на ней не проездишь И потом ее продашь там на 80, на 90 тысячах Ну, это норма современного рынка О чем Стас Остафьев почему-то не задумывается, видимо Хотя он, между прочим, автоподборщик И по идее это его прямая обязанность И прямая работа Задумываться о том, какая будет привлекательность Перепродажная у автомобиля спустя 3-5 лет Как раз таки Поскольку он в основном подбирает свежие машины Я так понял, но не обязательно То есть предлагается следующему покупателю Сразу же купить вместе с машиной Которая упадет в цене 1,5-2 раза Еще и двигатель Ну и желательно новый Но потому что если ты купишь пробежный двигатель Который тоже там будет, не знаю, 50-60 Отъездишь ты на нем 20 тысяч Ну 40 Ну если самый ресурсный двигатель Там 200 тысяч пускай 100 тысяч ты на нем отъездишь Следующий покупатель Покупает с машиной Которая упадет в цене немного Совсем чуть-чуть Он покупает с машиной Сразу же двигатель Новый Уже теперь новый Потому что пробежный Опять же не факт И если сначала Да, сначала Ну люди будут там Как вот кто-то мне Про что же мне рассказывали А, про фокус Да, это фигня Типа, у него двигатель 20 тысяч всего стоит Ну купишь новый Ничего страшного Типа, ну да, они Типа колом встают Ничего страшного Купишь за 20 тысяч еще двигатель Вот у меня такая просто проблема Получается, что двигатель Как бы, ну живу я в Владивостоке Допустим, да И здесь явно фокусов немного Ну и, соответственно Двигатель надо привозить Хер знает откуда Ну и примерно такая же Например, проблема Будет со Шкодами Которые здесь будут Колом вставать И то есть Ну если первое поколение Еще как-то Ну ладно, окей Допустим Там Я 20, 30, 40 тысяч Выкинул на двигатель Который колонул у меня Через месяц Через неделю Через там Полгода Ну Хер с ним Как бы Бывает Чего не бывает Типа Выкинул я свои там 20, 30, 40, 80 тысяч На двигатель Там Двадцаточку на замену Десятку, возможно На доставку В зависимости от региона И так далее Ну то есть Ну соточку Я так Вкинул То есть По мнению Стаса Астафьева У нас все люди Начинают Становиться все более Более богатыми То есть Мало того Что они Через 3-5 лет Смогут позволить себе Машину за полтора Два Миллиона Ну пусть даже За миллион А скорее всего За полтора-два А в некоторых случаях За два Потому что Кроссоверы В основном Сейчас Кроме Ну Октавии Имеется ввиду Пошла мода На кроссоверы И вот Как бы Ну Стас Ты сам подумай Что первое поколение Еще посмотрит На эту проблему Так Скажет Ладно У меня есть Лишние 100 тысяч Ну Потому что Это геморрой Простой машины Ты не забывай Машина у тебя стоит Тебе надо на чем-то Ездить Ты ее покупал Для того чтобы ездить На ней Для того чтобы она У тебя в сервисе Испылилась Ну Окей Ладно Первое поколение Посмотрит Скажет Да Окей Второе поколение Скажет Уже Помурыжится И скажет Да нахер Мне такая машина Некоторые скажут Да Окей Третье поколение Начнет задумываться О том А нахер нам Такие машины А денег На новые машины У них нет Ну то есть Для кого Этот ролик Для потребителей Для всех Десяти Как говорится Потребителей Шкоды Для всех Двадцати Потребителей Фольксвагена Новых Ну да У нас еще пока Достаточно Менеджеров Среднего звена Которые могут Себе позволить Там В кредит Лет на Пять-семь Такую машину С учетом Что они ее Потом сдадут Трейдин Но Такие машины Начнут пылиться В трейдинах Они будут Просто там Не востребованы Потому что Продать Такую Такой кусок Металлолома Это будет Просто кусок Металлолома Без двигателя И без вариатора Еще Надо вспомнить О том Что ДСГ Тоже Она Очень Очень Нересурсная Она Сухая И так далее Ну У Стаса В составе Все хорошо То есть То что Ведущие узлы Агрегаты Машины Выйдут из строя Через 3-5 лет Это норма Ну Ты же много Сэкономишь Блять Но эти машины Планируется Ты сам говоришь Что ты ее потом Скинешь Продашь То есть Кому-то А кому Нужен кусок Металлолома Который Встанет Через месяц Два Неделю Полгода С гарантией Вот просто С гарантией Вагодрочером Кстати Опять же Я Все понимаю Экономия На топливе Там Борьба За экологию Все круто Стас Вопрос Следующий Кому Нахер Нужны Куски Металлолома Без двигателя И возможно Даже без коробки То есть Второй Третий Пользователь Гарантированно Влетает За Скидку В 40 50 Может быть Даже 60 Френ с ним Процентов От первоначальной Цены Гарантированно Попадает На бэушном Автомобиле На замену Двух Самых важных Агрегатов И брать Бэушное В данном Случае Вообще Не гарантия Даже скорее Гарантия Того Что ты Влетишь Еще раз На замену И я не знаю Будет ли Такой Сервис Кит Как у Мерседеса 3.2 Или 3.5 3.5 По моему Двигатель 3.5 Когда там Просто Ставят Чугунные Гильзы На Силуминовый Блок И Хрен с ним Дальше он ездит То есть Не ломается То есть Ты сразу Покупаешь машину И ты Сразу же Попадаешь На 160 Тысяч Ну По крайней мере Это было Так Ну 120 160 Это просто Чтобы Расточить блок И поменять Гильзы Соответственно Цепь Не забывайте Что еще Цепь Еще растягивается И так далее Все сделано Для того Чтобы ты Гарантированно Поменял машину Через 3-5 лет И скорее всего Скаланутым Двигателем Вот такой Ситуацией Меня Поражает Профессионализм Стаса Его подход К подбору Бэушных Машин Ну Как бы Рынка Собственно говоря На котором он работает Я может Опять же Должно Говориться Я не специалист И я может Что-то не понимаю Но Для того Чтобы Каждый год 10 Шкода Дрочеров И 20 Вага Дрочеров Покупали Новый Новый Ваг Нужно Чтобы Старый Ваг Был Востребован На вторичке А С такими Характеристиками И с такими Показателями И с такими Проблемами Он Ну нахуй Никому не нужен Вот прям Даже не Совсем Не нужен А нахуй Никому не нужен Тот же Фокус Тоже Сегодня 20 тысяч Двигатель стоит Завтра Он будет стоить 35-40 А денег У людей Все меньше И меньше На вторичке Ну как бы И нахера Ну нахера Козебаян Объясни мне Стас Да Ну как бы Окей Действительно То есть Если ты покупаешь Если ты можешь себе позволить Новую машину Если ты покупаешь себе Ваг Ты действительно Экономишь Но до того момента Как тебе Ее нужно будет продать Пускай Первое поколение Говорю Еще как-то Их продаст Второе поколение Ну так себе А уже сегодня Люди задумываются Всерьез И в общем-то Обсуждают Логично и верно А нахера Кусок металлолома Нахера Козебаян Зачем он мне Зачем мне машина В которой я буду Менять двигателя Как будто Не знаю Там резину меняю Каждый Каждый сезон Двигателя И возможно Еще даже коробки По коробкам Ничего не скажу Ну Стас говорил Что они лучше стали Но я так понимаю Что свои 80 100 200 Может быть Они отходят Но это тоже Ни хера Не пробег Особенно На вторичке Ну и вот И как бы И нахера Козебаян Кому вы будете Продавать Вот эти вот Шкоды Вольксваген Ауди И так далее Если оно берется С тем прицелом С тем прицелом Что ты Через Ну Там 3-5 лет Продашь его По цене Там Ну Хотя бы На полмиллиона На миллион Дешевле То есть С уценкой До До 50% Он даже С уценкой До 50% Уже будет Многим Не по карману Кому Сегодня Он еще По карману А С теми Проблемами Которые Возникают Ну Если будет Народ Серьез Выбирать Это вообще Не вариант Так как Корейцы Покупать Или Китайцев Ранних Совсем Уж Ты покупаешь Кота В мешке Нахрена Козебаян Вон Пожалуйста Та же Самая Веста Ходит Без проблем Те же Самые Логаны Ходят Без проблем Проблемы С электрикой Базара Нет В принципе Машина Кусок Говна Базара Нет Двигателя Не выходят Из строя Тойоты Пожалуйста Бегают И бегают И бегают И бегают Двигателя Действительно Запчасть Вот реальная Запчасть Даже Никто Не задумывается О том Что Ну Он у тебя Полетит То есть Даже Никто Не задумывается В принципе Это не закладывается Прямо Сразу В цену Покупки Автомобиля Что тебе Придется 100% Поменять Двигатель Нет Нет Таких Машин На Нет Таких Проблем На Машинах 90х С более Компактными Двигателями С небольшими Объемами И довольно Экономичными Таких Проблем Скорее Сего Нет Точно Не знаю Извиняюсь На Приусах С двигателями 1.8 Я не знаю Как часто Там Меняются Двигателя Знаю Что На Приусах Полторашках Ну там Притом При всем Масложоре На Приусе Меняется Двигатель Раз В 350 300 В Самом Прекрасном Случае В Полмиллиона Жрущее Масло То есть Ты просто Уже Сразу Готов К этому То есть Что У тебя Масло Жрет Двигатель И он Прекрасно Ездит А тут У тебя Гарантия Что Ты просто Поменяешь Двигатель И это Просто Неизбежность Потому Что Ремонту Он По моему Поправьте Меня Если Не прав По моему Он Не подлежит А Если Цепь Загнет То Скорее Всего Совсем Не подлежит Если Цепь Мрет То есть Ну Как Б Стас Ну Камон Как То Надо Задумываться О том Что У нас Мир Заканчивается Не Через Три Не Через Пять Лет А Скорее всего Еще Поживет Ну Несколько Десятилетий Ну Как Минимум А Представить Себе Картину Что Через Десять Пятнадцать Лет Все Смогут Позволить Себе Новую Машину Каждые Три Пять Лет Ну Это Бред Полнейший Скорее Обратная Картина Что Те Люди Которые Ищут Себе Могут Сегодня На вторичке Позволить Что-то Вот За Эти Деньги Уже Через Три Пять Десять Лет Уже Позволить Себе Этого Не Смогут И Кому Нужны Будут Куски Металлолома Которые Некому Продавать Вот Об этом Вы Почему-то Не Задумываетесь Автоподборщики Потому Что Вы Живете В Сегодняшнем Моменте Только Сегодняшним Моментом Вот Здесь И Сейчас Вот Вот Так И Все А что Там Будет Через Три Пять Лет Никого Не Волнует Скорее Всего Так Я Так Думаю